В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда закончится пандемия? Заместитель губернатора Нижегородской области ответил на вопросы жителей о коронавирусе. Поездки по новым правилам. Выпущены проездные билеты для студентов. Варианты для обучения. Как пользоваться навигатором доп. образования. Далее расскажем обо всем подробно. В России преобладают бессимптомные формы течения коронавируса. Почти у 3% тяжелое течение заболевания. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства. С марта ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. И на сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%, сказала Голикова. Также она отметила, что почти у четверти медработников есть поздние антитела к коронавирусу. То есть они не воспримчивы в дальнейшем к этой инфекции. В последнее время в СМИ старом мелькает сообщение о том, что люди, ранее перенесшие COVID-19, заболевают им второй раз. Как рассказал профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев, отдельные случаи описаны. Но научных доказательств нет. Потому что тесты с самого начала были несовершенны. Поэтому непонятно, чем болел человек в первый раз. Точно ли COVID-19? А раз нет научных подтверждений, то и массового явления тоже нет. На первое время у человека формируется достаточно надежный иммунный ответ. Если произойдут какие-то очень крупные мутации вируса, то можно, вероятно, заболеть повторно. Но пока таких данных нет. Также профессор подтвердил, что большинство болеет легко или совсем бессимптомно. Беречься нужно прежде всего пациентам с очень большой избыточной массой тела. И пожилым гражданам с тяжелыми хроническими заболеваниями, диабетом, астмой, хронической обструктивной болезнью легких, сердечной недостаточностью. По состоянию на 27 августа в России зарегистрировано 975,5 тысяч зараженных. За последние сутки выявили 4711 новых больных. 792,5 тысячи наших сограждан выздоровели. 16 804 скончались. Заместитель губернатора Нижегородской области. Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопросы жителей региона во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте проектного офиса стратегии развития Нижегородской области. Он рассказал, как развивается ситуация с коронавирусом, об открытии детских лагерей, вакцинации и возможной второй волне заболеваемости. Подробности в следующем репортаже. Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области, если и будет, то окажется не такой сокрушительной, как первая. Об этом заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов рассказал во время прямого эфира в инстаграм проектного офиса стратегии развития Нижегородской области. Самый частый вопрос подписчиков. Когда ждать снятия всех коронавирусных ограничений в регионе, пока остался без ответа. До сих пор медики фиксируют рост числа новых больных. Ежедневно это 120-130 человек. Поэтому власти ждут либо выработки коллективного иммунитета, когда переболеет большая часть жителей, это нежелательный сценарий, либо появление вакцины. Как только появится вакцина, как только пройдет вакцинация, минимум 60% населения получат стойкий ответ, то есть появится антитела к новой коронавирусной инфекции, соответственно, можно будет говорить, что все ограничения в этой связи будут сняты. По заверениям Давида Мелик-Гусейнова, вакцина в ближайшее время появится в Нижегородской области. В первую очередь в сентябре. Прививку от коронавируса сделают медицинским работникам. Ближе к октябрю собираются начать вакцинировать другие категории населения. В массовый оборот в России вакцина поступит в январе-феврале следующего года. У нас вакцинация в стране добровольная. Никто никого из-под палки не имеет права загнать на вакцинацию. Каждый принимает решения самостоятельно. Мелик-Гусейнов ответил на вопросы о закупке рециркуляторов в школах. Эти устройства, СИЗы и антисептики должна закупать школа. Средства уделены из областного бюджета. Взимать деньги на эти цели с родителей незаконно. Также он сообщил, что если в классе появится ребенок, которому диагностируют коронавирус, класс на 14 дней уйдет на карантин и будет учиться дистанционно. Бытует в социальных сетях мнение, что с 15-20 сентября мы опять все уйдем на дистант. То есть перейдем к той форме, которая у нас была во втором полугодии прошлого учебного года. Нет, такого не будет. Мы учимся очно и только очно. Но если ребенок уходит на карантин, то у него будет возможность не отрываться от процесса лечения и получить знания дистанционно. Также министр отметил, что в сентябре начнется сезонный подъем УРВИ. Медики к этому интенсивно готовятся. В ближайшее время в Нижегородской области начнется прививочная кампания против гриппа. Специалисты советуют вовремя привиться, чтобы не заболеть одновременно гриппом и коронавирусом. Их соседство в организме может привести к серьезным последствиям. По состоянию на 27 августа в Нижегородской области зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения COVID-19. За последние сутки выявили 134 новых больных. Шесть новых больных выявили в Сарове за минувшие сутки. Всего за время эпидемии заразились 1115 саровчан. 938 из них уже здоровы. Семь человек стали жертвами болезни. Из тех, кто продолжает болеть, 20 госпитализированы в КВ-50. 14 горожан в состоянии средней степени тяжести. 147 человек, контактировавших с зараженными, остаются под наблюдением. За минувшие сутки лаборатории провели 147 анализов. Правила выплаты надбавки за классное руководство будут изменены. Как сообщает министр просвещения Сергей Кравцов, теперь 5000 рублей классным руководителям будут приходить отдельно от зарплаты. Он также попросил сообщать в ведомство, если будут сигналы от учителей, что выплаты не начисляются. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дачников предупреждают. В окрестностях Сарова снова замечен медведь. На днях зверя сфотографировали в районе садоводческого товарищества «Надежда». Предположительно, медведь выбежал из леса, испугавшись охотничьих выстрелов. Граждан призывают соблюдать максимальную осторожность и без крайней необходимости не углубляться в лесной массив. Кредитные каникулы, которые ввели из-за пандемии коронавируса, будут действовать до 30 сентября. Об этом сообщает российская газета. До этого момента банки обязаны предоставлять гражданам отсрочку по кредитам, в случае, если заемщик докажет, что потерял не меньше трети своих доходов. После 30 сентября Банк России рекомендовал, но не обязал продолжать реструктурировать кредиты гражданам, пострадавшим из-за пандемии, уже в рамках собственных программ, а также не начислять пенни и штрафы. Кроме того, до 30 сентября все пенсионеры должны оформить банковскую карту «Мир», потому что с 1 октября пенсии на другие банковские карты перечисляться не будут. Подростковый клуб «Греция» приглашает ребят в возрасте от 10 до 18 лет в секцию тяжелоатлетики и пауэрлифтинга. Занятия начнутся с 1 сентября в помещении клуба по адресу улица Бессаравенко, 14. Тренировки будут проходить ежедневно с понедельника по субботу с 15 до 20 часов. Все занятия бесплатны. Новый учебный год в большинстве вузов начнется в очном формате 1 сентября, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фольков. В этот день с учетом рекомендаций Роспотребнадзора пройдут ознакомительные мероприятия для первокурсников. Будут организованы онлайн-лекции ведущих ученых и выдающихся выпускников. Он также отметил, что вузы готовы к реализации комплекса мер по профилактике коронавирусной инфекции. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили соровчан будущих студентов, в какие города они поедут учиться. Большинство ответили, что не будут получать образование дальше, пойдут сразу работать. Отправятся покорять Москву или Санкт-Петербург 20% респондентов. Останутся в Сарове и пойдут в родной СРФТИ 13%. Столько же поступили в институт в другом городе. Еще 10% поедут учиться в Нижний Новгород. С 1 сентября вводятся новые проездные билеты для студентов. Документ действителен для всех видов внутригородского сообщения на всей территории Нижегородской области. В Сарове можно воспользоваться на автобусах Горавтотранса. Как оформить проездной и как рассчитать его стоимость, расскажем в следующем репортаже. Новые единые проездные билеты выпущены для студентов. Льготные тарифы теперь действуют во всех населенных пунктах области. Вместо бумажных проездных теперь можно оформить уникальную персональную транспортную карту на сайте оператора Ситикарт. Для этого необходимо загрузить данные паспорта студента, данные страхового пенсионного свидетельства студента, изображение студенческого билета с отметкой учебного заведения о продлении на следующий учебный год и фотографию студента. Срок изготовления карты – 14 дней. После получения ее необходимо активировать и пополнить. Сделать это можно в отделениях Почты России или через Сбербанк Онлайн. Срок действия льготной карты студента равен одному году. Чтобы пользоваться льготной картой студента в дальнейшем, нужно до 30 сентября продлить эту карту на следующий учебный год. Стоимость проездного билета на 40 поездок – 400 рублей, на 60 – 600. Цена одной поездки составит 10 рублей. Также для студентов предусмотрен безлимитный абонемент сроком действия на один месяц. Стоимость такого проездного – 700 рублей. Карта действует на городских маршрутах. Получить льготы на междугороднем транспорте можно благодаря электронному кошельку, оплата которым дает скидку на проезд 50%. Оформить его можно на сайте Ситикарт или в многофункциональном центре. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Информация о всех студиях, творческих объединениях и спортивных секциях для детей города и региона собрана на одном портале. Сервис-навигатор дополнительного образования Нижегородской области работает второй год. Через сайт можно подать заявку на зачисление ребенка на любое понравившееся направление с учетом возрастных критериев. Подробности в следующем репортаже. А родителям удобно записать ребенка в творческое объединение или спортивную секцию. Чиновникам видна востребованность направлений дополнительного образования в области и муниципалитетах. Информационный портал навигатора ДОП-образования, который был запущен в прошлом году, предоставляет одним условий для выбора, другим – возможность корректировки программы обучения и финансирования. Навигатор все делает достаточно прозрачно. То есть видно, вот эта программа, на нее столько-то заявок, значит она востребована, и мы будем думать о том, как ее развивать. А если эта программа, допустим, год, два, три, желающих мало, значит что-то нам нужно в ней менять. То есть она сейчас не актуальна для ребят. От количества привлеченных детей будет зависеть и финансирование программ дополнительного образования. Для этого введена система сертификатов. Благодаря ей родители становятся участниками распределения бюджетных денег. Программа, на которую будет направлено больше сертификатов, получит дополнительное финансирование. Это гарантия государства, что ребенок получит дополнительное образование за счет средств, которые будут начислены на сертификат финансирования, так называемые. То есть это нереальные деньги, которые родители не получают на руки. Мы их тоже, как бы реально, да, вот такой прямой расчет у нас нет. Но эти деньги можно потратить только на дополнительное образование ребенка. Подать заявку через навигатор – это только первый этап зачисления ребенка в кружок. Следующий шаг – нужно прийти в организацию доп. образования и заполнить пакет документов. Первое – заявление на включение в систему навигатор. Второе – согласие на обработку персональных данных в системе навигатор. Третье – заявление на определение номинала сертификата. Четвертое – заявление на зачисление на конкретную программу обучения. Пятое – согласие на обработку персональных данных в рамках реализации программы обучения. Чтобы это так не пугало родителей, вот такой большой пакет документов они заполняют один раз, вот когда они поступают. Если ребенок продолжает обучение, занимается второе, третье, четвертое у нас во дворце, то есть в настоящий момент им никаких документов не надо, потому что у них уже все сдано. Каждое учреждение определяет свой порядок подачи документов. С собой нужно взять свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и ручку. Во дворце детского творчества, например, заявления будут принимать с 31 августа по 3 сентября, с 4 часов вечера до 7 часов, в пятницу с 3 до 6. Дополнительную информацию можно получить по телефону 952-32-952-38. Елена Грецкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Воспитанники детской школы искусств номер 2 стали победителями и лауреатами трех дистанционных конкурсов. За время летних каникул педагог и солист ансамбля «Горница» приняли участие в творческих фестивалях патриотической направленности. Подробности смотрите в следующем репортаже. Песня, написанная еще в Советском Союзе, не потерялась и в 21 веке. Ирина Оськина поет ее так же лирично и трогательно, как Роза Рымбаева. Эта композиция принесла Ирине победу во всероссийском дистанционном конкурсе «Я – Россия», который был организован Нижегородским музыкальным училищем имени Балакирева. Мы впервые попробовали Денис Савельев и я попробовала в номинации видео тема «Патриотическая песня». Мы представили две работы, в которых мы взяли диплом первого места, и Денис стал дипломантом. Денис Савельев за время школьных каникул принял участие в трех фестивалях – в составе ансамбля «Горница» и «Сольно». В конкурсе «Я – Россия» он участвовал с песней «Конь». Там рассказывается о нашей красивой родине. Там, когда я пел, я представлял картину, и по этой картине я описывал нашу красивую родину. К выбору конкурсов педагог подходит очень строго и отдает предпочтение проектам, которые проходят при поддержке Министерства культуры России. Этим летом Ирина отправила видеозаписи на три фестиваля патриотической направленности. На четвертом международном конкурсе сценического и художественного искусства «Я выбираю свой путь» образцовый ансамбль народной песни «Горница» стал победителем. Фестиваль тоже проходил дистанционно. «Я выбираю свой путь» – это, наверное, девиз учеников ансамбля и самой себя. Я выбираю свой путь. Когда-то я была еще девочкой, которая определила мою судьбу и которая до сих пор работает. Также подопечные Ирины Оськиной завоевали звание лауреата первой степени в военно-патриотическом музыкальном конкурсе «Песни военных лет», посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин